Судя по всему, нам вообще необходим какой-то просто ликбез о том, о чем мы говорим. Что такое коррупция, что такое политика, серьезнейший разговор. Вы знаете, я, наверное, как и многие другие, настолько устал выкрикивать право на то, что можно сказать, и на высиживание места для того, чтобы можно было эту позицию изложить. Я думаю, что в таком же положении сейчас зрители, которые, говоря, верю-не верю, 60% говорят, пересидят. Потому что мы сейчас уже заговорили то, что очевидно. А что очевидно? Что очевидно? То, о чем мы не говорим. Катастрофическое падение уровня доверия к власти, ко всем институтам. Я даже, я не только о рейтингах, потому что термометры. Я о том, что на улице, о том, что люди говорят. Ну, не верят они сейчас ни коалиции, ни премьеру, ни уже президенту. Почему не верят? Ну, потому что, вспомните, пожалуйста, события годовой давности, формирование новой власти, самые популярные принимаемые лозунги, один из которых, по сути, не стал реальностью. Люди же очень практичны. Ну, они же не живут книжками, не живут практикой. Война на улице, нищета, высокие тарифы и очень странное решение. Но что самое интересное? То, что кажется очевидным, например, решение вопроса по расследованию коррупции, превращается в балаган, в отсутствие комиссии. И в спор между теми, кому еще вчера доверяли. А теперь вторая причина. Почему спор? Да потому что началась внутривидовая борьба в самой коалиции. И причина в том, что возник огромный разрыв между людьми, которые поддерживали майданное движение, где будут узурпировали власть. Конечно. Поэтому мы видим сейчас и борьбу за лидерство в коалиции, и кастинг премьер-министров, и разнообразные схемы, кто придет. Но ведь это же тоже видят зрители. Поэтому к вам недоверие. Я просто хочу сказать, что причина этого скандала в эфирах, в парламентах, связана с большим разрывом той верхушки, которая оторвалась от избирателей, связанных с Майданом. Вот и вся правда. И сейчас мы просто столкнулись с внутривидовой борьбой за первые оппозиции во власти, при желании сохранить саму власть. Коалицию-то вы не будете распускать? Конечно, не будете. У вас огромное количество кандидатов на босс-премьера. И по одному году это все состоит в том, что попытка подготовиться к выборам, сохранить старый процент, который вы получили на празднических выборах, она будет безуспешна. Поэтому вся интрига, вся сложность вашей дискуссии. Но есть третий момент. Вот я слышал такую интересную оценку по поводу принятого закона, что это увековечивание памяти героев Великой Отечественной УНУПА, что это решение, связанное с преодолением наследия тоталитарного режима. Вы депутаты. Вы должны владеть искусством принятия решений, временем. Как говорят в народе, хорошая ложка к обеду. Я считаю, что больше провокации против национальных интересов, чем принятие такого закона сейчас, за последнее время не было. И объясню почему. Неважно, как вы сейчас будете трактовать этот закон. Им, наверное, текст там неплох с точки зрения юриспруденции. Но как люди воспримут, старшее поколение, особенно население тех регионов, которые аннексированы для состояния конфликта. Попробуйте им теперь объяснить, что происходит в Киеве. Я думаю, что за этим решением стоят лоббисты, которые подталкивают к отделению Донбасса и к прощанию с Крымом. Я так считаю, потому что так это будет воспринято. И у вас есть шанс еще это отмотать. Андрей. Потому что времени сласки нечего. Я прошу прощения. Уже совершались такие ошибки, а потом исправлялись. Инквизиция и церковь это не одно и то же. Коммунистическая, социалистическая, левая идеология в истории человечества и практики сталинского тоталитарного режима это не одно и то же. Даже если использовать одни и те же слова. И это очень важно, потому что вспомните, пожалуйста, горькие слова Вениченко после поражения Украинской республики. Когда он в ведро жизни нации признал, что чего мы не учли, мы не учли, какие были запросы у тогдашнего украинского общества, украинского крестьянства в частности, на социалистические преобразования. Очень важно правильно понимать, что запрещаете. Это так же, как, например, у нас есть спор между тем, националисты, это нацисты? Нет. Есть сторонники национальной идеи, которые могут использовать термин националисты, но это не нацизм. А этим пользуется российская пропаганда, часто унижая украинские политические течения. Ну, так же есть случаи с историей левой идеи, включая коммунистическую. Будьте аккуратны в том, что запрещается. Чтобы у вас не только старшее поколение, но и сторонники левой идеи не оказались вашими не просто оппонентами, а врагами. Понимаете? Продолжение следует...